Музыка Ну, поехали тогда, что, здравствуйте Здравствуйте, товарищи Мы начинаем очередное наше занятие по капиталу, скажем о Марксе Значит, за предыдущие занятия мы изучили два раздела второго тома капитала Это метаморфозы капитала и кругооборот и один второй оборот капитала Ну и вот в этих разделах мы рассмотрели, как оборачивается капитал отдельного капиталиста То есть мы рассмотрели, как оборачивается его оборотный капитал Рассмотрели обращение прибавочной стоимости Рассмотрели время производства Рассмотрели рабочий период Время обращения То есть мы рассмотрели все эти моменты Относительно индивидуального конкретного капиталиста Но, как мы знаем, процесс производства, он состоит из многих капиталистов Из трасс капиталистов И у каждого из них этот индивидуальный оборот И вот как эти обороты индивидуальных капиталистов сливаются в единое церлое И вот это считает нам один, третий Воспроизводство и обращение всего общественного капитала Ну и в начале у нас идет глава 18-я Введение в этот раздел Иван Михайлович, я бы ее назвал, в принципе, освежение памяти Да, там коротко перечисляется то, что мы изучили В предыдущих двух разделах второго тома капитала Но я бы все-таки ее бы повторил Ее надо, так сказать, основные элементы тут изучить Пробежаться надо Начинается с чего? Непосредственный процесс производства капитала Есть процесс труда и процесс увеличения стоимости капитала То есть процесс, результатом которого является товарный продукт Определяющим мотивом производства прибавочной стоимости Вот иногда говорят, что результат капиталистического производства Это получение прибавочной стоимости Нет, в результате капиталистического производства Производится все-таки продукт непосредственно Товар А прибавочная стоимость это мотив Получение увеличения прибавочной стоимости Это мотив для капиталиста, мотив капиталистического производства Ну вот и давайте, поехали Так, ну и что мы имеем? Процесс воспроизводства охватывает и как сам процесс непосредственно, так и его две пазы обращения. Одна перед этим процессом, это покупка рабочей силы и средств производства и реализация стоимости в этом же сфере обращения. Так, 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 так. Каждый отдельный капитал составляет как бы обособившуюся индивидуальной жизнью дробную часть всего. Вот. Подобно тому, как отдельный, каждый капиталист представляет собой лишь индивидуальный элемент класса капиталистов, движение общественного капитала состоит из всей совокупности его обособивших дробных частей, всех совокупных оборудованных индивидуальных капиталов. Как метаморфоз товара является звеном в цепи метаморфоза, так и метаморфоз уже индивидуального капитала является звеном в оборудовании общественного капитала. Причем охватывает это как производительное потребление, так и индивидуальное потребление. С одной стороны, превращается переменный капитал в рабочую силу, и она включается в процесс производства. С другой стороны, рабочий выступает уже в качестве покупателя товаров, которые принадлежат капиталисту. Ну, капиталисты в соответствии с продавцом выступают как продавцы товара в рабочем. Следовательно, круглый оборот индивидуальных капитала в их объединении, общественный капитал по всей совокупности охватывает не только обращение капитала, но и общее товарное обращение. Так, и состоит из двух частей. Из кругооборота, собственно, капитала и из кругооборота товаров, входящих в индивидуальное потребление. И рабочих, и капиталист реализуют свою прибавочную стоимость. Так, что у нас тут еще? А, вот, Варварь, но реализация прибавочной стоимости и заработной платы на товары не составляет звена в обращении капитала. То есть, это как бы оно идет, несмотря на то, что по меньшей мере расходование заработной платы обуславливает это обращение. Так, что тут у нас еще? Куда вам пробегаемся мы тут? Ну, значит, Георгий Алексеевич, вот, во-первых, здесь Маркс, он, не Маркс, вернее, скорее, он здесь напоминает, что рассматривалось до того, во второй книге, как он называет. В первом отделе этой второй книги мы рассмотрели различные формы, которые капитал принимал в своем круглобороте, и различные формы самого этого круглоборота. К рабочему времени, рассмотренному в первой книге, к ней присоединилось время обращения. То есть, первый том капитала, который мы долго грызли, он затрагивает производство, сферу производства, процесс производства. А вот второй том, он уже посвящен обращению, и вот добавилось время обращения. Далее, во втором отделе этой книги мы рассматривали круглоборот капитала, как круглоборот периодический, то есть, как оборот капиталом. Ну, и было показано, как различные составные части капитала, основной оборотный, проходят круглоборот, и так далее. Это вот, да, дальше, вот, как вы совершенно верно сказали, но круглобороты индивидуальных капиталов переплетаются друг с другом. И так далее, о роде денежного капитала, тут пишет Маркс. И вот тут такой вот нюанс, вы все правильно тут говорили, но вот здесь я бы вот добавил такой некоторый абзац один такой интересный. В производительный капитал входят элементы производства, величина которых в известных пределах не зависит от величины авансированного денежного капитала. То есть, при одном и том же авансированном денежном капитале, то есть, вы вложили в производство один и тот же капитал, можно получать несколько разные результаты. А что это зависит? При одинаковой оплате рабочей сиры, ее можно подвергать экстенсивно или интенсивно более сильной эксплуатации. Ну да. То есть, вот это самое, как у нас принято, вот надо задержаться после работы там на полчаса, на часик, а то и побольше. Причем это нигде не учитывается, это нигде не оплачивается. Ну или, как у нас, пили сделку, так там рабочий, я мимо проходил, он там наточили какие-то детали обрабатывал, так он, как этот робот Васи, у которого тактовая частота превысила возможности, с безумными грозами берет, ее там жик-жик-жик, и тут же кидает сбоку, и тут же хватает следующую. Ну прямо вот такие движения дерганые, как вот это самое, у пошедшего в разнос робота. Вот, а на сборке, там только, там три человека осталось, ну это было еще где-то с неделю там назад, сейчас вроде кого-то еще взяли. Так они там стоят, там только локти-локти-локти мелькают, как у этих, у хирургов интенсивной терапии. То есть их там такую сделку им сделали, что если хочешь, чтобы что-то было, ну вот давай так вот работай. Ну тут он тоже указывает, даже если он за эту интенсивность и поднимает цену, стоимость, условно говоря, зарплату, ну не пропорционально усилению эксплуатации, если даже и поднимает. Конечно, то есть повышается заработная плата, то этот капитал, авансированный переменный капитал на заработную плату, увеличивается непропорционально усилению эксплуатации. Следовательно, он увеличивается вовсе не про-танто. Про-танто, здесь ратинское такое слово, марш, употребляет, в той же мере означает, не в той же мере. Это опять же вот у нас наглядные картинки. Людей увольняют, скажем, уволили человека, у которого было там 40 тысяч зарплата, его работу перерожили на других товарищей. Им, да, подняли зарплату несколько, но им там подняли в общей сумме тысяч на 10, на 15. Но остальные там 25-30 тысяч пошли, так сказать, а это вот за счет увеличения интенсивности их труда. Вот в чистом виде видно, что не в той же мере. Зачем? Природные ресурсы тоже влияют на это. Да, да, вот давайте, скажите-ка про это, про природные ресурсы. Ну, они не составляют стоимости для капиталистов, да, они не имеют. Ну и при напряжении... А капиталист говорит, что вот мне надо, я столько вражений в повышение продородия почвы, удобрения покупал, там то, сё, вы чего? Нет, ну это не, тут больше не об этом, здесь о девственность скорее берется природе. Земля, вот море, руда, леса такое. Тоже, ну и величина увеличивается тоже, соответственно, не в той же мере. Так, что тут еще нам вспомнить надо? Нет, тут вот главный-то вывод вот из этого, то, что вы говорили. В марте делает какой? Следовало бы рассуждать, так, если почитать весь вложенный в землю неоплаченный труд, но превращенный в деньги земельным собственникам и капиталистам, то весь их вложенный в землю капитал, то есть в землю все-таки вкладывается капитал. Это уже когда вкладывается капитал, а до этого девственно брал. Так этот капитал выплачен многократно, да еще с расставчическими процентами. И далее вывод делает Маркс. Таким образом, земельная собственность давным-давно и уже много раз выкуплена обществом. Вот это вот существенный момент в Марксе. То есть земельная собственность – это чисто бумажная фикция. Никакой справедливости здесь нет, что владельцы землей ею владеют. Она много раз выкуплена обществом. Вот это вот такая вот фраза существенная. Так, слушай. Повышение производительной силы труда. О, это важно. Да-да-да. Тоже оно не предполагает, в принципе, добавочной затраты. Ну, о чем вот вы упоминали. Оно увеличивает, прежде всего, массу продукта, в принципе, но не его стоимость. Да, то есть это выглядит, на первый взгляд, парадоксально, потому что говорят, ну как же, если капиталист повысил производительность труда и большую массу продукта произвел и продал, вот тут же и стоимость выросла. Нет, он за счет того, что он относительно других капиталистов повысил производительность труда и продает продукт, который обходится ему дешевле, по меньшей стоимости, по той же цене, что и другие капиталисты, он за счет этого имеет сверхприбыль на данном этапе. И пока другие капиталисты не добрались до этих его технических новшеств и не понизили у себя тоже стоимость за счет роста производительности труда и производительных сил, как Маркс называет, то тогда он будет получать эту сверхприбыль. А как они все до этого допрут, так стоимость упадет и цена упадет, соответственно. Когда у всех стоимость, ну у всех или у большинства стоимость упадет, упадет соответственно и цена. И тогда, вот будет наглядно видно, что увеличение производительности труда увеличивает массу товара, а увеличение стоимости его не дает. Вот тут это наглядно проявится. Вот это увеличение массы продукта создает базис для увеличения накопления капитала. Вот тут какой момент еще есть. касаемо это, стоимость не увеличивается, цена у него, стоимость-то у него не увеличивается. А цена осталась прежней, поэтому деньги, вырученные за этот больший объем капитала, они вот, денег он выручит больше. Хотя стоимость этого произведенного продукта, в смысле затраты труда, они такие же, как были раньше для меньшей массы продукта. Ну да, так, дальше, что у нас идет? Организация общественного труда, а потому и повышение общественной, общественной производительной силы труда, требует, ну мы там уже, чтобы производство велось, оно само к нему это ведет, к крупному масштабу. И, соответственно, отдельные капиталисты авансируют уже более крупные массы денежного капитала. Короче говоря, что у нас идет? Концентрация капитала, увеличение капитала в немногих руках. Величина отдельных капиталов может возрастать посредством их централизации в немногих руках, без одновременного возрастания общественной суммы этих капиталов. То есть, то, о чем мы говорили, денежный капитал не увеличивается, он, но концентрируется в отдельных руках. То есть, это и есть концентрация. То есть, это один из самых высоких уровней капитала. Значит, концентрация, она подразумевает то, что раньше было 10 капиталистов, у них был какой-то совокупный капитал. А теперь пусть даже этот совокупный капитал не увеличился, но те 9 разорились, и теперь этим капиталом всем владеет один человек. Это концентрация капитала. Да. Да. Так, еще тот момент упоминает он. Уменьшение продолжительности периода оборота. Вот мы проходили недавно этого. Позволяет уже с меньшим денежным капиталом. Ну, то есть, не требуется тот самый добавочный капитал, вот мы недавно проходили, который нужен. Ну, тут не совсем, если с вами поспорят бы. Потому что уменьшение времени оборота в связи с ростом производительности труда... Обращение, обращение. Уменьшение времени обращения, хорошо. Проходили. Этот капитал не требуется. Соответственно, у нас с меньшим денежным капиталом... У меня это страница 400. Близимся мы к развязке второго тома потихоньку. Нашли. Ну, давайте я вам процитирую. Наконец, в предыдущем отделе... Ну, вот, проходили. Было показано, что уменьшение продолжительности периода оборота позволяет с меньшим денежным капиталом приводить в движение тот же самый производительный капитал. Или с тем же денежным капиталом приводить в движение больший производительный капитал. А у нас продолжительность периода оборота с чем она уменьшается? С периодом обращения. По всему прочему, время оборота, оно зависит от характера капитала. А это от вечного характера, да. Ну, это вот дальше будет уже. Да. Это дальше будет. Так, ну что, тогда... Однако, очевидно, что все это не имеет никакого отношения к вопросу о, собственно, денежном капитале. То есть, не капиталы увеличиваются или возрастают, вот что мы сейчас проходили, а как другие моменты влияют, как они на него влияют. Не он влияет на что-то, а на... То есть, как быть в том же вложенном капитале добиться разных результатов. Да-да-да, да, вот мы это и проходили. Ну, опять-таки, вот, природные, вот эти, интенсивность труда, сокращение время обращения, вот оно все влияет. Это показывает только, что авансированный капитал, данная сумма стоимости, состоит из определенной суммы денег. Вот и все. То есть, это стартовый, как он там говорит, начальный двигатель, по-моему, да, то есть, денег все начинается. Вот мы их и обследуем. Так, и тут что у нас, границу он приводит. Какая граница этого капитала? После своего превращения в производительный капитал содержит в себе производительные потенции, границы, которые не определяются величиной стоимости, но которые в известных пределах могут действовать с различной степенью интенсивности или экстенсивности. Цены элементов производства и, то есть, средств производства и рабочей силы, если на них дана цена, то вот этим и определена величина того денежного капитала, ну, грубо говоря, стартового, который необходим для купли определенного количества этих элементов, существующего в виде товара. Другими словами, этим определена величина стоимости того капитала, который приходится авансировать. Ну, размеры, в которых капитал, это действие как фактор образования стоимости, ну, они эластичны и изменчивы. Так, второй функционер. Ну, первый итог надо подводить, вот второй, этой 18-й граве, первой граве, третьего раздета. Как итог, нам тут еще ползти-ползти. Ну, давайте, ладно, давайте попозьмем еще. Что там такого еще существенного вы нашли? Так, 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 так. Второй пункт растут, ко второму пунктам. Само собой понятно, что это та часть общественного труда и средств производства, которая ежегодно должна расходоваться на производство или на покупку денег. Деньги же нам надо еще возмещать. Они же стираются, ну, это он за... Ну, это отдельно, да, монетная. Монетная, ну, тоже. Но, что касается денежной стоимости, функционирующей частью формы средств обращения, а частью формы сокровища, то раз она уже имеется, она как бы остается, но ее постоянно надо возмещать. Тоже вот мы недавно проходили. Ну, здесь, Сергей Актерич, тут надо забывать такую вещь, что деньги – это парноценный товар. Он хоть и служит в качестве эквивалента, но это производство такого же товара, как и все остальное. Это понятно, но мы деньги не потребляем, а они портятся. То есть там потребляемые, а это и есть потребление денег. Нет, Иван, скажешь. А как же это потребление? Общество ежегодно должно выделять определенное количество труда на вот эти средства обращения. И общество выделяет ежегодно определенное количество труда, чтобы определенное количество хлеба вырастить. И хлеб мы потребляем, и деньги мы тоже потребляем. Это форма такая... Мы потребляем, хлеб мы потребляем, но мы его потребляем, а деньги мы не потребляем. Ну, согласитесь. А то, что они стираются, то мы их потребляем или не потребляем? Нет, это не потребительские издержки, скажем так. А какие потребительские? А какие же? Ну, давайте так. То ли у вас одна карточка зарплатная? Ну, или бумажка. Она тоже и стирается. Ну, карточка меньше. Карточка, да. Карточка там нету износная. Так это еще деньги. Идем дальше. Идем дальше. А что вы сразу карточку бегаете? Давайте возьмем тогда какой-нибудь вексель или даже устная. Я вам сказал, что вот сделайте мне то-то и то-то, вы мне должны будете... Я вам буду должен то-то и то-то. Вот, вы мне сделали, я вам должен то-то и то-то. А вы мне говорите, а вот вы мне тогда сделаете то-то и то-то, и мы квиты. Я вам сделал то-то и то-то, и мы квиты. Здесь никакие деньги в карманах не таскались и не истирались. Так это если мы... То есть... А я, допустим, не могу делать то, что вам надо. Я вам деньгами заплачу. В капитализме все деньгами, Иван Михайлович. Если брать денежные, бумажные деньги Опять-таки, расходы, хранилища Не торопитесь Во-первых, вы не можете что-то сделать, вы деньги даете Мы говорили о том, что да, вы что-то там не можете делать Деньги, но деньги вы не дали, вы пообещали или расписку дали А потом назад эта расписка вернулась Не обязательно, чтобы деньги ходили И бумажные деньги, это вообще говоря не деньги, это представители денег Это все понятно Но выпускать эти представители денег надо? Надо Затраты труда общества идут? Идут Хранилища для них какие нужны? Затраты труда идут? Идут Потом эти, крутится в голове, когда быстро Мы их потребляем или не потребляем? То, что эти купюры изнашиваются? Ну, общество как? Потребляет? Ну, он... То есть это выглядит так, что вроде как бы от этого никакой пользы-то нет Но никакой пользы на самом деле нет Ни от наркотиков, ни от спиртного, ни от еще каких-то вещей, ни от рекламы То есть здесь очень много вещей, которые, в общем-то, они производятся, изнашиваются А такой вот пользы, как от хлеба насущного, от них нету Но это потребление Иван Михайлович, так это вы приводите такие примеры, которые не необходимы человеку Наркотики там и так далее А средства обращения, они-то необходимы На инкассаторов на одних На одних инкассаторов Необходимо, необходимо Но это такое общество, так вот их потребляет эти средства Это потребление Вот так, ну, то указывает он, то это вы не со мной спорите А что, Марш, указывает? А что указывает? Вот их надо все время возмещать Ну, это вычет из общественного производства Ну, да, вот о чем Ну, мы за деньги, денежный капитал обсуждаем, правильно? Ну, вот мы его обсуждаем Опять-таки, мировые деньги, золото так и так надо Добывать Ну, да, мы его не едим Можно здесь иметь среду, что Оно нам необходимо Мы обязаны отдать Чего общество обязано Ну, не обязано Приходится ему часть труда общественного На вот этот презренный желтый металл Да, который мы потребляем Это тоже форма Но может иметь в виду, что Во времена Маркса Денежные деньги В виде золота Серебра Находились в обороте чаще И Также Быстрее выходили из оборота Они сейчас так же находятся, Иван Они, да, есть Но Больше как-то бумажными пользуемся Ну, это знак А тогда, видимо, они были вот В прямом обиходе И портились И терялись Куда-то вот девались В любом случае Я думаю, до полного коммунизма На всей планете Это будут Расходы будут необходимые Общества Обмен стран с другими странами И так далее Нет, ну, во-первых Какие-то Вот эти Внутри коммунистического общества В первой фазе коммунизма Будут ходить вот эти Расчетные чеки Трудовые квитанции Вот советские рубли Других Я имею в виду С другими странами, Иван Михайлович Ну, с капиталистическими странами Да Вот Хотя, с другой стороны, конечно Сейчас, что касается, собственно, денег Если иметь в виду золота То, конечно, сейчас износа Никакого у этого золота нет Тут затраты чисто на его хранение Где-то в банке они хранятся Ну, в этом плане В этом плане, да Так, ну, что-то мы на этом вопросе застряли А он, в общем-то, не такой существенный Ну, очень-очень красивый О золоте поговори И, правильнее сказать, не такой важный А то, как сказал Михаил Васильевич Все, что рассматривается во втором томе науки и логики Оно все существенно Учение о сущности Так что эта игра с хавами Существенно-несущественно Она такая вот Не, она квасно-научно выглядит Но она не очень важна Этот вопрос, скажем так, проще Так, еще что тут по деньгам Следовательно Производство в таких областях А в каких областях? Ну, вот это Который капиталист Б Который, второй Которого мы рассматривали У которого большой период производства Зависят от тех границ Которых отдельный капиталист Располагает денежным капиталом То есть Деньги Эти границы раздвигаются Системой кредитов В принципе Ну, это уже И связанным с ней ассоциированием Например, акционерными обществами И так далее И тому подобное В свою очередь вызывает нарушения На денежном рынке Когда приостанавливается То есть Денежный рынок влияет на Вот это Долговременное Предприятие И соответственно Само предприятие влияет на денежный рынок Так На основе Общественного производства Вот это мне нравится тоже Момент Необходимо Определять масштаб В котором Могут производиться Такие операции Которые на долгой Время Отвлекают Рабочую силу И средства производства Ну, это вот Вот эти Длительные Длительные мероприятия Не доставляя За все это время Никакого продукта В качестве полезного эффекта Необходимо Определять В каком масштабе Могут Производиться Эти операции Не причиняя Ущерба Таким отраслям Производства Которые Постоянно Или несколько раз В течение года Не отвлекают Рабочую силу И средства производства Но и доставляют Жизненные средства И средства В сферу обращения Соответственно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok